Всем привет! И кто меня не знает, я Исулу, и это канал Fancy Something. И сегодня мы будем делать подарки своими руками. Это будет два подарочных бокса, один для прекрасных дам, а второй для мужчин. По-моему, это самый долгожданный бокс, потому что мужчинам дарить подарки сложнее всего. Надеюсь, вы уже задумались о подарках, и если вы не хотите ничего делать своими руками, то вот вам идея. Умный чайник Redmond Sky Kettle с цветомузыкой. Это чайник, который можно включать, не вылезая из постели. Он управляется дистанционно через приложение Ready for Sky на вашем смартфоне. Чайник Redmond Sky Kettle это нагрев воды с точностью до градуса. И встроенная книга рецептов со множеством напитков. Можно кипятить, греть и сохранять температуру столько, сколько потребуется. Но самое главное, чайником Redmond можно удивить и гостей. Ведь с ним можно устраивать настоящие вечеринки. Включаем диско-режим и танцы. Redmond Sky Kettle переливается разными цветами в такт вашим трекам. А ночью чайник можно использовать как ночник. Он будет освещать вам путь к холодильнику. Теперь ночной поход за колбасой будет гораздо приятнее. И вот вам от меня подарок. Промокод FENCY на 50% скидку на умный диско-чайник Redmond. Только 10 дней умный чайник можно приобрести за полцены, всего 1750 рублей. Ссылка на промокод в описании. Такие котики смешные на слайдах. И кстати, давненько я не снимала с моей любимой Надеждой с канала Бубенита. И мы придумали челлендж. В этом видео она попробует сделать открытку в моем стиле. А на ее канале я сделала кое-что в ее стиле. Я постаралась максимально учесть все особенности. Индивидуальный стиль Айсул. Что у меня в итоге получилось, вы сможете узнать в этом видео. А как я справила заданием решать вам, это вы узнаете на канале Бубениты. Ссылку я оставила в описании. Ну а нам пора начинать. Поехали. И первый бокс мы будем делать для нее. У меня есть красивая плетеная корзинка. В качестве наполнителя можно взять кальку и небрежно примять ее ко дну. Ну все, основа готова. Приступаем к наполнению. Давайте положим всякие полезные штуки для дома. Положим белое мягкое полотенце. Но преподнесем его необычным способом. У меня достаточно длинное полотенце, поэтому складываем его пополам. Оно, кстати, из икеи. И сворачиваем в трубочку с обеих сторон до середины. Вот так. Найдите середину и один край заверните вот таким образом. И положите прям сверху внахлёст. Этот процесс сложно объяснять, поэтому внимательно смотрите. Аккуратненько все расправляем. Берем резинку для волос и определяем место для головы. Ой, эта этикетка мешается, нужно отрезать. Боковые края трубочки немножечко вытащите. Затем возьмите любую нитку. У меня белая пряжа. Это могут быть, кстати, тоже резинки для волос. Тоже как элемент полезного подарка. Перевязываем боковые стороны полотенца, образуя гульки. Я думаю, вы догадались, что это. Это уши. Ваа, как мило. Я достала все свои запасы ленточек. У меня есть бежевая атласная. Серая репсовая лента. Атласная золотистая. Что же выбрать? Я остановилась на серой. Хочу, чтобы все цвета были припыленные. На шее у медвежонка завязываем бантик, тем самым прикрывая резинку. Подрезаем края и готово. Какой же милый медведь получился. Мне кажется, это просто офигенный способ. Я нигде такого не видела. Сразу так и не поймешь, что это полотенце. Кладем его в корзинку и продолжаем. В описании под видео я оставила вам ссылку на красивые картинки. Это будут наши шаблоны. Но также они могут послужить вам обоями для рабочего стола. Я выбрала несколько штук и распечатываем на цветном принтере. Если у вас его нет, распечатайте в типографии. Посмотрите, какая красота. Вот этот зелененький под цвет моих ногтей. Все это и больше ты найдешь в описании под видео. Не благодари. И я купила вот такую термокружку. Она очень дешевая. Они продаются и на рынках. И, как правило, пластиковые. При выборе убедитесь в том, что они разбираются на части. В целом, вещь добротная. Пластик только снаружи, а внутри металлическая поверхность. Специальная для горячих напитков. Вытащите бумажку. Это будет шаблон. И приложите его к нашим распечаткам. Обводим силуэт карандашом. И вырезаем. Прикладывайте шаблон ровненько по центру. И делаем то же самое со всеми остальными картинками. Я выбрала рисуночек в пастельных тонах, чтобы все сочеталось в боксе. Засунула в термос, собрала его. И термокружка с индивидуальным дизайном готова. Получилось красиво, а дизайн можно менять по настроению. Хоть каждый день, ведь вы приложили сменные картинки. Видите, сколько разных дизайнов получается. Сложите картинки и перевяжите их лентой. Подровняем кончики и готово. Можно класть все это дело в корзинку в комплекте с кружкой. Для следующего DIY я купила житяную коробку из Икеи. Она была вот в таком наборе. Кстати, в таких баночках обычно продается чай, поэтому можете использовать их. В магазине я нашла вот такие маленькие стеклянные баночки. Они идеально подходят под размеры коробки. К одной стеклянной банке мы приклеим магнит. Одну сторону я промазала клеем момент кристалл. И повторяем все то же самое с остальными баночками. И теперь осталось засыпать в емкости всяких вкусняшек и приправ. В одну баночку я засыпала кукурузные стружки. В другой вот такие декоративные бусинки. Они съедобные. Можно украшать различные торты. В другую баночку я засыпала фисташковую стружку. Какой красивый цвет. А в другой баночке у меня белорозовый шоколад. Тоже стружка. Так ярко. В другой у меня сахарная пудра. И в последней баночке разноцветная посыпка. Смотрится красиво для подарка самое то. Я сама вот этими руками создала вам шаблоны. С карточками для рецептов. В описании под видео я оставила ссылку на шаблон. В формате JPEG и фотошопа. По случаю если вам нужно будет изменять размеры. Ну что вы. Всегда пожалуйста. Себя не похвалишь. Никто не похвалит. Распечатайте шаблоны на плотной бумаге. Я сделала примерно 5 копий. И вот что у меня получилось. Возьмите разделочную доску, чтобы не испортить поверхность. Потому что сейчас мы будем орудовать канцелярским ножом. И вырезаем карточки. Резать стопку канцелярским ножом гораздо удобнее и аккуратнее. Поэтому запаситесь терпением. Вырезанные шаблоны вставляем в банку. Они просто идеально помещаются в это пустующее пространство. Можно было обставить еще одним рядом баночек. Но мне кажется с рецептами гораздо интереснее. В творческом магазинчике я нашла вот такой вот ярлычок для стеллажей. Такой в стиле лофт что ли. Я посадила это дело на клей момент кристалл. И вставила бирочку с надписью рецепты. Ну что, давайте собирать корзинку. Самые большие высокие предметы ставим к задней стенке. Это медвежонок, шаблоны, кружка. На передний план положим коробочку с рецептами. И я купила красивые свечки в Икеа для поднятия настроения. Ну вот и все. Бокс для прекрасных дам готов. Его можно подарить маме, бабушке, сестре. Каждый предмет из этой корзинки ей точно пригодится. А теперь давайте посмотрим, как справилась с челленджем Бубинита. Постараемся сделать открытку в таком же стиле, как это делает Айслу. Для этого я беру лист плотной белой бумаги. Сворачиваю его пополам. И внизу от руки карандашом пытаюсь наметить колпаки Санта Клауса или рождественских гномов. Немножко подтираем карандашные линии, чтобы они потом не просвечивались через акварель. Все делаю так, как учила Айсулу в одном из ее последних видео. Начинается самое интересное. Раскрашивание. Берем кисточку и аккуратненько заполняем по контуру все наши рождественские колпаки. Я решила сделать открытку максимально простой, чтобы каждый смог с ней справиться. К тому же я знаю, что Айсулу любит минимализм. Поэтому надеюсь, что эта открыточка ей понравится. Белой акварелью я пытаюсь внизу пририсовать меховую опушку на колпаках. Мне кажется, что на белом фоне ее совсем не видно. Но самое главное, что она там есть. Этой же белой краской я прорисовываю помпончики на колпаках. Надпись у нас будет очень простая и незамысловатая. Напишем «Хо-хо-хо». Так делает Санта Клаус, если что. Я пыталась сделать это в виде латринга. Насколько хорошо это у меня получилось, я не знаю, но я старалась. Чтобы помпончики казались более объемными, я их покрываю сверху клеем с блестками. А потом сверху присыпаю все это белоснежными перламутровыми блестками. Останется убрать лишнее и открытка готова. И мне уже не терпится узнать, что ты приготовила для меня и для моих подписчиков. О-хо-хо, не скажу. Но эта идея вам точно пригодится в жизни. Давайте подготовим мужской бокс. В качестве основы можно использовать обувную коробку. Максимально большую. Ее можно покрасить, либо обернуть бумагой. В качестве наполнителя я использовала крафтовые полосочки. Их, кстати, можно резать самостоятельно. Просто сверните бумагу в трубочку и нарежьте. И давайте положим вот этот блокнот. Эээ, шучу-шучу. Он слишком страшненький и дешевый. Я пришла в магазин и выбрала самый дешевый блокнот. Главное, чтобы он был в твердом переплете. В магазине ткани я купила ткань вельвет. Такая ткань и цвет просто в нереальном тренде. Я такой костюмчик в манго мерила. Он мне не подошел. Прикладываем блокнот к изнаночной стороне. Измеряем его со всех сторон. И оставляем при пуске примерно 2 см. Тоже с каждой стороны. У вас должен получиться вот такой прямоугольник. Теперь клеем момент кристалл промазываем весь блокнот. Делайте это частями, чтобы клей не подсыхал. Главное, распределяйте клей равномерно по всей поверхности. Теперь откройте блокнот и на углах сделайте такие надрезы. Не забудьте про корешок. Его тоже нужно надрезать. И делаем так со всех сторон. Торчащие края ткани промазываем клеем и приклеиваем. Да, это было очевидно. Чтобы края держались крепче, я закрепила зажим. Как только все подсохнет, можно будет убрать. Не забудьте про торчащий край для корешков. Промазываем клеем и проталкиваем с помощью какой-нибудь палочки. Открепляем зажимы. Ну вот, обложка готова. Я купила тонкую атласную ленту цвета хаки, сложила в два раза и измерила по высоте блокнота. Что же выбрать? Якорь не хочу. Давайте что-нибудь абстрактное. Два края ленточки протягиваем через эту бусину и край завязываем в узел. Теперь открываем блокнот, протягиваем ленточку и верхний край приклеиваем клеем и заталкиваем в корешок с помощью палочки. Закладка готова. Я купила красивую упаковочную бумагу. Если у вас такой нет, то распечатайте любую красивую картинку на принтере. Намечаем на бумаге размеры блокнота и по щелчку пальцев все вырезается. У вас должно получиться два прямоугольника. Один будет приклеен в начале. Форзаться, форзаться, по-моему форзаться. Все меня исправляют вечно. Приклеиваем с помощью клея момент кристалл, но лучше всего делать клеем карандашом. Равномернее получается, это же обычная бумага. В данном случае клей момент не так необходим. Тщательно промазывайте края и готово. У нас получился красивый, стильный дизайнерский блокнот. А самое главное, получилось бюджетно. Плюс своими руками, что вдвойне приятнее. А вы помните, какой он был в самом начале? В магазине мне отрезали 60 сантиметров ткани шириной 140 сантиметров. Это шерсть. Главное, выберите плотную, мягкую и теплую ткань. На самой узкой стороне шарфа я отрезала край, чтобы он стал бахромиться. Некоторые специально выбирают ткань, чтобы она не сыпалась. А мы это делаем специально. Чтобы ткань не была похожа на обычный отрез ткани, повытягивайте несколько рядов ниток, чтобы образовалась бахрома. Как-то шарфах, ну, делается это совсем просто. Давайте ускорим процесс, да? С одной стороны я подспустила побольше, с другой поменьше. Так, для красоты. В магазине я нашла вот такие бусины с буквами. Этот шар для ментая, поэтому мне нужны буквы N, M, A. В магазине буквы N и A не было. Поэтому я взяла буквы V и маркером на спиртовой основе дорисовала палочки. Приложите их к самому краю шарфа и пришейте каждую бусину. Я очень люблю, когда на мужской одежде вышиты инициалы. Когда присутствует какая-то индивидуальность предмета. Принадлежность хозяину. Теперь в коробку складываем аккуратно шарф. В магазине я купила классные носки с рисунками. Это, кстати, лисички. Как я говорила ранее, большие и высокие предметы ставим на задний план. Дополнительно я положила мини-термос и пачку с цельнозерновым кофе. Это первый вариант, как можно сложить предметы. А можно положить все минималистично. Таким образом, можно закрыть крышку, завязать бантом. Достаточно компактный вариант. Выбирайте, какой вам нравится больше всего. Напишите об этом в комментариях. А еще одну идею подарка ты найдешь на канале Буби Ниты. Я подготовила кое-что необычное. Мне очень нравятся боксы. Некоторые диайвай-идеи бывают сомнительные. Выглядят как детские подделки, а такое даже не ссыдно подарить. Как вам? Напишите в комментариях. Мне очень важно и интересно ваше мнение. Мне понравился челлендж. Мне кажется, это очень необычно для ютуба. Надеюсь, вы оцените. Подписывайтесь на мой канал Fancy Something. Это канал Буби Ниты. Заглядывайте к ней. Это ее видео с идеями подарков на Новый год. Кликай сюда. А это мое видео со второго канала с новогодним макияжем. Я делала нереально клевый макияж с лаковыми губами. Ну а я с вами прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую. Всем пока!